Воскресенье Отрывок из Евангелия от Луки, в котором рассказывалось, как Господь гулял со своими пешком, со своими апостолами по израильской глубинке и услышал, как издалека к нему громко обращаются мужчины, 10 человек. И оказалось, что эти люди были больны страшной болезнью проказы. Эта болезнь почти уже не существует в современном мире, за исключением некоторых стран Третьего мира. Но тогда это было нечто страшное, потому что тело гнило на корню, если можно так выразиться. И прокаженные в те далекие евангельские времена обязаны были жить отдельно от остального общества, чтобы не заразить людей здоровых. И вот Господь услышит, как доносится от этой группы людей мольба. Иисусе, начтавниче, помилуй нас. Господь приблизился к этим 10 прокаженным и сказал, идите, покажитесь священникам. То есть идите в храм и покажитесь священникам. А священникам вменялось в обязанность проверить, если человек исцелился от своей какой-либо болезни, и может ли он снова вступить в общение с остальными людьми. И вот эти прокаженные, зараженные этой страшной болезнью, по дороге в храм, то есть исполнив повеление Господа, все до одного исцелились. И среди этих 10 был один самарянин, который, как вы знаете, мы много раз об этом говорили, не общались с иудеями, у них произошел такой религиозный раскол. И вот этот самарянин, то есть человек, не принадлежавший так называемой истине, вере, возвращается к Спасителю, падает ему на колени, на лицо свое, и от всей души долго благодарит. Господь принимает его благодарность и делает замечание. Говорит, хорошо, ты пришел, чтобы воздать Господу благодарение, а где же остальные 9, которые так же, как ты, исцелились? Неужели они не могли вернуться и воздать благодарение Богу? Это очень важное отчтение, содержащий очень важный урок для нас, дорогие братья и сестры. Вот смотрите, почти каждое воскресенье наши люди просят нас, священников, о молебнах. И, может быть, один из десяти молебнов бывает благодарственного характера. Мы все время просим, мы все время умоляем Господа, чтобы дал нам то или другое, помог нам в житейских обстоятельствах, помог излечиться от болезни. Но мы, подобно вот этим девяти, редко даем Господу благодарение за то, что Он нам дает. А Он дает нам все. Мы должны за все благодарить Господа, не только за доброе, но и за то, что мы считаем отрицательным, тяжелым. Потому что в нашей жизни даже испытания могут принести нам много пользы. Потому что если бы мы жили только радостью, только жили бы всякими положительными достижениями и не испытывали бы трудностей, ну, какими бы мы стали, у нас была бы вообще низкая толерантность к любому тяжкому обстоятельству в жизни. Господь воспитывает нас и посылая, и допуская тяжкие обстоятельства. И вот яркий пример тому, как тяжелые обстоятельства могут привести человека ко спасению, это вот память двух великих святых, которых мы сегодня поминаем. Святые великому мученицу Варвары и преподобного и богоносного отца нашего Иоанна Дамаскина. Варвара жила в начале IV века. Она обратилась в христианство и сразу возлюбила Христа всеми фибрами своего существования. И больше всего, настолько уверовала, что больше всего хотела быть с Ним в Его небесном царстве. Ну, я не буду пересказывать все ее житие, скажу только, что ее фанатично настроен языческий отец сам ее убил. И она воссоединилась с Христом. А преподобный Иоанн Лествичник, Иоанн Дамаскин, сириец, живший в VII веке, в монастыре святого Саввы, до того, как поступать в этот монастырь в Палестине, он был высокопоставленный чиновник в Дамаске. Он был сирийского происхождения. И был домоправителем у халифа местного. И император византийский, который восстал против иконопочитания, написал донос на Иоанна, что якобы Иоанн хочет произвести переворот в Дамаске в пользу Константинополя. Халиф поверил в этот донос и приказал отрубить правую руку Иоанна Дамаскина. Той рукой, которой он писал все свои богодохновенные творения, как, например, этой рукой он писал пасхальный канон, воскресенье, день, который мы все любим и знаем, за упокойные наши молитвы, а кто их, то есть повседневные службы, написал трактат против иконоборчества и множество других. Он стал великим отцом православной церкви. И вот эту руку халиф ему отрубил. И он очень скорбел по этому поводу. Интересно, что руку ему вернули, отсеченные. И он положил эту руку пред иконой Божьей Матери и молился перед ней. И наутро, когда проснулся, рука срослась. И вот в память об этом чуде на Афоне есть чудотворная икона, называемая Троеручицей. Потому что внизу у подножия Божьей Матери изображена третья рука. Это та самая икона, перед которой преподобный Иоанн Дамаскин молился. И вот оба этих святых, Варвара и Иоанн Дамаскин, благодарили Бога за все и даже за те страшные испытания, которым они подвергались. И не только святые древние церкви, дорогие братья и сестры, потому что и святые наших дней. Вот, например, сегодня мы празднуем наших соотечественников, новомучеников. Священномучеников Александра, Алексея, Иоанна, Николая, Пресвитера, Василия Диакона. И еще с ними десяти. И еще священномучеников Димитрия Пресвитера, преподобномученице Анастасии, Екатерины и Киры. Вот нам неизвестные люди, но они прославлены церковью. Они все с благодарностью Богу переносили ссылки, тюрьмы и смерть за Христа. Так что будем памятовать, дорогие братья и сестры, за все нам нужно благодарить Господа. За еду. Не забывайте. И приучайте своих детей до и после обеда обязательно хотя бы перекреститься. Помня, кто нам дарует вот эту пищу. И за все-все. За друг друга, за нашу общину, за наших мужей, жен, детей. За все будем благодарить Господа. Слава Богу за все. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием всегда, ныне и пресной, вовеки веку. Аминь. Слава Богу.